Тема урока «Что такое гигиена?» Давайте вспомним, что вы делаете каждый день для сохранения и укрепления здоровья. Какое значение для человека имеет соблюдение режима дня? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Древние греки почитали, кроме прочих богов, богиню здоровья по имени Гигеея. От её имени произошло слово «гигиена». Так называется наука о сохранении и укреплении здоровья. Вот чему учит нас эта мудрая наука. Как вырасти стройными? Осанка вырабатывается в детстве. Чтобы она была хорошей, сидите всегда прямо. Голову лишь слегка наклоняйте вперёд. Расстояние между грудью и столом должно быть равно ширине ладони. Опирайтесь на спинку стула. Руки кладите на стол свободно, не опирайтесь на них. При ходьбе держитесь прямо, не сутультесь. Если приходится нести что-нибудь тяжёлое, постарайтесь распределить груз равномерно в обе руки. Когда это невозможно, несите его то в одной руке, то в другой. Нельзя спать на сильно прогибающейся кровати. Постель должна быть ровной, не очень мягкой. Хорошей осанки никогда не будет у того, у кого слабые мышцы. Ведь именно мышцы поддерживают и спину, и плечи, и голову. А мышцы будут крепкими у того, кто занимается физическим трудом, физкультурой. Это относится и к мальчикам, и к девочкам. Главный враг мышц – неподвижность, а лучший их друг – движение. Ребята, у которых испорчена осанка, могут её исправить. Для этого нужно заниматься лечебной физкультурой. Рассмотрите иллюстрации. Обсудите их. Сформулируйте краткие правила выработки хорошей осанки. Здоровые зубы украшают лицо человека, помогают правильно и красиво говорить. Чистить зубы надо два раза в день – утром и перед сном. После еды полезно полоскать рот тёплой водой. Наружную сторону зубов надо чистить движениями вверх-вниз. Чистить зубы надо не только с наружной, но и с внутренней стороны. Лучше чистить круговыми движениями. Чтобы хорошо почистить зубы, требуется не менее трёх минут. Пользуйтесь только своей зубной щёткой. Следите, чтобы она всегда была чистой. Промежутки между зубами хорошо очищать с помощью зубной нити. Как правильно питаться? Нужно стараться есть разнообразную пищу растительного и животного происхождения, чтобы организм получал все необходимые ему питательные вещества. Булочек и сладостей надо есть поменьше. От них можно располнить. А вот свежих овощей и фруктов ешьте больше. Ведь они, как мы уже знаем, настоящая кладовая витаминов. Кроме того, овощи и фрукты содержат пищевые волокна, которые помогают хорошей работе кишечника. Не надо есть много жареного, копчёного, солёного, острого. Такая пища может быть очень вкусной, но не очень полезной и даже вредной. Пища и питьё не должны быть очень горячими, обжигающими. С очень холодной пищей, например, с мороженым, с холодными напитками, надо тоже быть осторожными, чтобы не заболело горло. Важно стараться есть в одно и то же время. Организм привыкает к определённому режиму, и тогда пища лучше усваивается. Утром перед школой надо обязательно завтракать, иначе на уроках может заболеть голова, снизится внимание. Ужинать нужно не позже, чем за два часа до сна. Наедаться прямо перед сном очень вредно. Проверим себя. Что такое гигиена? Гигиена – это наука о сохранении и укреплении здоровья. Как нужно вырабатывать правильную осанку? Чтобы выработать правильную осанку, нужно держаться прямо, при ходьбе и сидя на стуле. Также нужно заниматься физкультурой, чтобы укреплять мышцы. Как нужно ухаживать за зубами? Чистить зубы надо два раза в день – утром и вечером перед сном. Как правильно питаться? Нужно стараться есть побольше овощей и фруктов, поменьше сладостей, булочек, а также жареного, копчёного, солёного и острого. Сделаем вывод. Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Предлагает нам несложные, но очень важные правила. Если мы отнесёмся к ним ответственно и будем их соблюдать, то получим в награду здоровье, бодрость и хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok